Добрый вечер, дамы и господа! Пришло время поговорить о фильме Бёрдмэна, о котором вы меня неоднократно спрашивали. Ну, потому что фильм занял какое-то там место, получил какие-то призы, типа Оскар что ли, не знаю. В общем, фильм я посмотрел довольно давно. И, прямо скажем, испытал огромное количество неприятных эмоций. Почему я испытал это огромное количество неприятных эмоций, я сейчас расскажу. Фильм вызвал у меня просто-таки настоящий приступ клаустрофобии. Действие, как вы знаете, происходит и в одном из Нью-Йоркских театров. В основном там оно происходит, в одной локации. Ну, есть, конечно, еще крыша дома, есть еще проходы по улицам, и есть сцена, есть публика. В общем, это фильм про актеров. Черт, я, наверное, очень не люблю актеров, в принципе. Наверное, потому что я режиссер. Ну, не всех, да, но я люблю некоторых актеров, с которыми приятно работать. Своих актеров я люблю, конечно. Но это и не актеры, как бы. То есть не совсем актеры, больше художники. Вот, поэтому, наверное, мне с ними работать как-то более комфортно. С настоящими профессиональными актерами работать чрезвычайно тупо. И вот в этом фильме, я, да, я еще не очень большой любитель театра как такового, поэтому атмосфера, локация, все, меня в фильме раздражало прямо с первых минут. То есть логикой я понимал, что этот фильм надо смотреть мозгом. Я поэтому его честно досмотрел почти до конца, но потом как себя не заставлял, все-таки его досмотреть до конца не смог. Вот такая вот хрень. То есть с первых минут я стал испытывать приступы настоящей каустрофобии и неприязни к главному герою и ко всем людям, которые окружали главного героя. То есть каким-то его друзьям, знакомым, коллегам по сцене, к его страданиям, к его, как бы, шизофрении, к его видениям, ко всем тем вещам, которые в фильме присутствуют. Вроде бы фильм должен был бы мне нравиться. Он там построен на диалогах, на каких-то конфликтах, противоречиях. Но на самом деле все эти конфликты, противоречия и прочее, это такие классические актерские страдания. То есть все эти гамлеты непроизнесенные, все эти желания играть короля Лира. Не знаю, просто меня всегда от этого тошнило. Я правда не понимаю, почему Шекспир хороший. По-моему, Шекспир это полное дерьмо. Я никогда не мог смотреть ни Гамлета, ни Короля Лира, ни какие-то классические пьесы, ни Бекки-то. Я ненавижу и Анеско и прочее. То есть все это для меня абсолютный мусор. Мусор, не знаю, он не умещается, этот мусор у меня в голове. Я знаю, что для вас, для всех, наверное, Чехов стал с Тым очень хорошим. Для меня это мусор, просто абсолютный мусор, который я бы уничтожил и легко обошелся бы без всех этих унылых писателей, энергетельных театральных режиссеров, страданий театральных актеров, и не только театральных, но и киношных актеров и так далее. Все эти игры на виртуальных балалайках в мозгах этих актеров, они меня сводят с ума. Я сразу вспоминаю фильм Киры Муратовой «Короткие встречи», где она не смогла справиться с Высоцким, а Высоцкий навязчиво играл на своей гитарешке там от начала до конца. То есть, очевидно, такое давление актера. А также, как Мамонов, который давит на режиссера, и многие такие другие актеры, которые ухитряются это делать. Вот, собственно, «Бёрдман» — это фильм о таком прессинге, о таком давлении. То есть, да, наш главный герой — это не просто актер, он еще и как бы там постановщик, и всякая такая хрень собачья. С этого легче не становится. То, что он на сцене пытается реализовать, это для меня неинтересно. Я не знаю, я помню другой фильм, не могу вспомнить, что это был за фильм, тоже про театральных актеров, кстати. И, ну, фильм, который меня очаровал, зачаровал, и действительно я его смотрел несколько раз, не отрываясь. Ну, правда, забыл, как он называется, что очень жаль. Это фильм про актеров, которые для того, чтобы быть более реалистичными, решили на самом деле ограбить банк. И что из этого получилось? Да, ну, их перестреляли там, в общем, в результате. Вот это был действительно крутой фильм, на ту же, вроде, самую тему. Смотреть его было легко и приятно. Он был, по-моему, очень низкобюджетный, этот фильм. Тем не менее, он зацепил меня сразу, и я его смотрел, не отрываясь, смотрел, буквально переживая за судьбу этих людей, которые нелепо умирали на экране. Фильм «Бёрдман» меня вообще не тронул никак. Потому что это, я не знаю, это такая... Как известно, все актеры сочиняют какие-то песни, то есть плохие актеры, да. Большинство у нас, видите, все-таки очень плохих актеров, которые еще, они все воображают, что они режиссеры, что они какие-то писатели, поэты, композиторы, бог знает кто, да. И вот эти все свои побочные таланты, помимо своего таланта, звукоподражания и телоподражания, да, потому что актер – это такой робот, который подражает. Если он такой, как бы, настоящий профессиональный актер, то он, его искусство – это искусство подражания движениям людей в жизни и мимики, движениям, и способу говорения и так далее. И вот такой автомат вдруг воображает, что он, кроме всего прочего, он еще и креативщик. И вот когда этот так называемый креатив, он начинает лезть из ушей, вот тогда становится дурно. Если ты автомат, знай свое место, какого хрена ты лезешь еще в другие ипостаси. И вот главный герой фильма Бёрдман, он как бы лезет в другие ипостаси. Он как бы, пусть в своих видениях, пусть в чем угодно, да, то есть мы не понимаем, там, это видение его или на самом деле происходит. То есть там какие-то есть как бы паранормальные способности у этого человека, есть там какие-то референции к какому-то супергерою и прочее. То есть его как бы болезненные переживания относительно того, что он когда-то был звездой, сыгравшей супергероя. И эти болезненные переживания меня почему-то не трогают. Я не знаю почему. Я не знаю почему они меня не трогают. Они вызывают бешеное раздражение. Мне хочется этого актера задушить просто вместе же с его альтер-эго. То есть Киттон и Нортон – это омерзительный дуэт в данном случае этих актеров, которых мне просто хочется, то есть у меня омерзение к ним намного больше, чем к, я не знаю, Тони Тараканов, которые бы ползали по моему телу. Или Тони Макриц, да, вот они вообще не вызывали бы у меня никакого раздражения, даже умиления, я вам скажу, потому что для меня Таракан намного более ценное существо, чем какой-нибудь вот такой актер. Если я вдруг вижу Таракана, я как-то стараюсь его переместить из одной локации в другую, так, чтобы не навредить ему, ну или какому-то такому существу. Потому что я испытываю к нему уважение. Он не домогается до моего мозга, по крайней мере. Он не лезет в мой мозг со своими вонючими актерскими проблемами. Эти же два, эти две гниды, они только и делали, что лезли с экрана прямо в мой мозг. И хотели каким-то образом меня убедить, что их вонючие страдания чего-то стоят. Вот они меня не убедили. У меня это вызвало только приступ бешенства, каустрофобии, желание разбить монитор, если честно. Я смотрел это не на большом экране, слава богу, господи, иначе бы я, наверное, сошел с ума и просто удавился бы на спинке кресла. Просто, наверное, просунул бы голову в промежуток между двумя креслами и удавился. А может быть, не знаю, может быть, грыз бы просто спинку этого кресла или поубивал бы зрителей, сидящих рядом. Вот такое бешенство у меня вызвал этот фильм. Я не знаю почему. Ну вот такая вот чисто физиологическая, каустрофобическая хрень, которая у меня еще была на фильме «Абба». В свое время был такой старый фильм, который никто из вас не видел, конечно. Там была сцена в коридоре, между прочим, где сразу появляется человек 6 или 7, так что все пространство коридора заполнено. Камера снимает сверхкрупные планы, и оттого кажется, что... Я не знаю, то есть эта картина настолько убедительно душна, настолько убедительно каустрофобична, что мне становилось плохо. Я смотрел этот фильм несколько раз в тинейджерском возрасте, потому что смотреть было особо нечего, и мы ходили по нескольку раз на какие-то фильмы западные. Вот на этот фильм «Абба» я ходил несколько раз, и потом, уже после первого раза, я каждый раз на этом моменте закрывал глаза, потому что я не мог этого выдержать. И даже закрывая глаза, я все равно слышал звуки этой сцены, и мне становилось дурно. Вот от Бёрдмана у меня было ощущение от первой до какой-то минуты, да, ну, той минуты, на которой я прервал просмотр, вот до этой последней так называемой минуты у меня было такое стойкое ощущение. И ничто не могло меня, в общем, убедить в обратном. Я повторяю, что мозгами я как бы соображал, да, надо посмотреть этот фильм, потому что он по всем параметрам претендует на, ну, что-то такое выдающееся в области киноискусства. И в то же время он сделан так, что смотреть я его не смог. Так что я не буду ставить никаких оценок. Кстати, я не люблю эти оценки. Просто я говорю, это мое личное мнение, вы можете быть совершенно со мной не согласны, наверняка найдется очень много людей, которым он понравился по какой-то странной причине. Я не знаю, правда, какой причине это может нравиться вообще, потому что большинство тех людей, которые его смотрело, это русский публик, который меня смотрит, да, и никогда в Нью-Йорке не была, и, соответственно, не может представить, нет атмосферы, никаких закутков театральных, вонючих, ни этих давящих небоскребов, ни какого-нибудь Таймс-сквера, который омерзителен из-за туристов, топотонок, вони. Не знаю, в общем, так, в общем, так. В общем, вот такие чувства. Спасибо за внимание. Чар-чар, подписывайтесь на канал.